всех приветствую на канале компьютерная академия в сегодняшнем видео важная тема температура видеокарты как ее узнать программы и нормальное значение температур в этом видеоролике мы поговорим о температуре видеокарты а именно о том с помощью каких программ ее можно узнать каковы нормальные рабочие значения и немного коснемся того что делать если температура выше безопасной все описанные программы одинаково хорошо работают в 10 винде восьмерки и семерки информация представленная ниже будет полезно как владельцам видеокарты nvidia geforce так и других видеокарт различных фирм и так первый вопрос нашего видоса узнаем температуру видеокарты с помощью различных программ есть множество способов посмотреть какая температура видеокарты в настоящий момент времени как правило для этого используют программы предназначены не только для этой цели но и для получения другой информации о характеристиках и текущем состоянии компьютера и так давайте рассмотрим первую программу нашего видеообзора под названием спеки одна из таких программ переформ спеки она полностью бесплатный и скачать его можно в виде установщика или portable версию с официального сайта программы ссылочка будет в описании под нашим видосом и так сразу после запуска главном окне программы вы увидите основные комплектующие своего компьютера в том числе модель видеокарты и ее текущая температура также если вы откроете пункт меню графика вы сможете посмотреть более детальную информацию о вашей видеокарте важное замечание от нашего канала отмечу что программа спеки лишь одна из многих таких программ если по какой-либо причине она вам не подходит обратите внимание на наше видео под названием как узнать характеристики компьютера все утилиты в данном обзоре тоже умеют показывать информацию с датчиков температуры продвигаемся дальше по нашему видеоролику следующая прога это гпу темп еще одна интересная программа гуку гпу темп единственная функция которая это показывать температуру видеокарты при этом если это необходимо она может висеть в области уведомлений windows и показывать состояние нагрева при нагреве наведении мыши довольно таки неплохая функция также в программе гпу темп если поставить ее работать ведется график изменения температуры видеокарты это тоже интересно то есть вы можете посмотреть на насколько она нагревалась во время игры и уже закончив самую игру это довольно таки интересно так что скачать программу можно с официального сайта ссылочка будет в описании под нашим видосом двигаемся далее следующая программа гпу z это еще одна бесплатная программа которая поможет вам получить практически все всю любую информацию о вашей видеокарте температуру частоту памяти и ядер гпу использование памяти скорость вращения вентилятора поддерживаемые функции и многое-многое другое если вам нужно не только измерение температуры видеокарты а вообще вся информация о ней используйте именно эту программу скачать можно с официального сайта ссылочка будет в описании под нашим видеороликом продвигаемся по нашему видеоролику следующий очень важный вопрос нормальная температура видеокарты при работе в том что касается рабочей температуры видеокарты тут есть разные мнения одно точно это значение эти значения выше чем для центрального процессора и могут отличаться в зависимости от конкретной видеокарты и так вот что можно найти на официальном сайте видеокарт nvidia итак графические процессоры nvidia разработаны таким образом чтобы надежно работать при максимальных заявленных температуры эта температура отличается для разных гпу но в общем случае составляет 105 градусов по цельсию при достижении максимальной температуры видеокарты драйвер начинает троттлинг это пропуск тактов искусственное замедление работы если это не приводит к снижению температуры система будет автоматически выключена вы его в избежание повреждений максимальное значение температур аналогичный и для видеокарт фирмы амд и ати однако это не означает что вам не стоит переживать когда температура видеокарты достигает 100 градусов значение выше 90 95 градусов в течение долгого времени уже может привести к сокращению срока службы вашего устройства и не является вполне нормальным кроме пиковых нагрузок на разогнанных видеокартах в этом случае вам следует задуматься о том как сделать ее прохладнее в остальном зависимости от модели нормальной температурой видеокарты которая не была разогнана считается от 30 до 60 при отсутствии активную его ее использование и до 95 градусов цельсия если она активно задействована в играх или программах использующих гп и так следующий очень важный вопрос что делать если видеокарта перегревается если температура вашей видеокарты всегда выше нормальных значений а в играх вы замечаете эффект троттлинга то вот несколько первоочередных вещей на которые следует обратить внимание и так первое достаточно ли хорошо вентилируется корпус компьютера не стоит ли не стоит ли он задней стенкой к стене а боковой к столу так что блокируется вентиляционные отверстия очень часто вот это вот мы наблюдаем особенно в современных столах когда персональный компьютер стоит где-то внизу на нижней полке обратите на это внимание двигаемся дальше следующая причина пыль в корпусе и на кулере видеокарты на это тоже обратите свое внимание следующее на что надо обратить внимание достаточно ли ли место в корпусе для нормальной циркуляции воздуха в идеале это большой и визуально полупустой корпус и не густое переплетение проводов и плат также можно обратить внимание на другие возможные проблемы а это кулер или видеокарты не могут вращаться с нужной скоростью эта грязь неисправность кулера требуется замена термопасты на гп у о чем я очень часто вас ваше мнение на этом деле заостряю следующая неисправность блока питания также вот это может привести к ней справа неправильной работе видеокарты в том числе повышению температуры ну и в конце нашего видоса скажу следующее если что-то из этого вы можете исправить сами то отлично если же нет то можно найти много видосов по решению данной проблемы на нашем видеоканале мы поможем вам разобраться в этих проблемах это канал компьютерная академия и наш партнер сайт ремонт к точка про я думаю данная информация принесла вам пользу подписывайтесь на наш канал ставьте нам лайки нажимайте на колокольчик с нами будет интересно